Среднее образование. Это очень интересная тема и очень часто родители задаются вопросом, когда отправлять ребенка своего учиться за рубеж, в каком возрасте. С точки зрения психологии, самый интересный, самый правильный возраст для отправления ребенка в школу пантеон за рубеж это 12-13 лет. Почему? Потому что ребенок уже немного созрел, чтобы часть времени находиться отдельно от родителей, но еще и достаточно гибкий для того, чтобы впитать ценности той страны, в которую он едет учиться, для того, чтобы понимать ценности той страны, чтобы воспитывать в себе другие ценности, кем он хочет быть и так далее. Знаете, каждая страна с точки зрения среднего образования за рубежом, очень отличается. Я приведу примеры. Например, Великобритания очень специфическая страна с точки зрения школ пантеона, потому что многовековые традиции обучения в школах-пантеонах Великобритании сложили определенную структуру. И мы часто отправляем детей учиться Великобританию для того, чтобы ребенку, который воспитанный в своей стране, не всегда имеющий понимание структуры собственного дня, научился этому. В Великобритании в школах существует целое расписание четко, чем занимается ребенок в течение дня. Он четко понимает, что там сегодня у него уроки, такие-то уроки, потом у него внеклассные занятия, потом у него кружки, потом у него... То есть целая структура дня. То есть структурность это то, чем наполняет школа-пансион Великобритании. Именно по этой причине мы часто отправляем детей учиться Великобританию. Если мы говорим о Швейцарии, например, то туда мы отправляем детей, которые космополитичны, которые очень общительны, которые спокойны и хотят изучать несколько языков одновременно. Потому что в Швейцарии, как вы знаете, несколько государственных языков и несколько разных кантонов с разными языками. И ребенок может, например, в одном и том же кантоне изучают три языка. Также Швейцария одна из самых комфортных стран для проживания и одна из самых безопасных в том числе. У нас были случаи, когда на помощь к ребенку вылетал медицинский вертолет, например. Это практически невозможно ни в одной стране, ни в одной другой стране мира. То есть такой уровень безопасности, как может предложить Швейцария, может предложить только Швейцария. Плюс всегда питание в школах, особенно в Швейцарской, всегда лучше всех, чем в любых других странах. Это понятно почему. И третья страна, которая нам нравится с точки зрения образования, это США. Почему США? Потому что это единственная страна, которая за последние 10 лет поменяла сильно свою систему образования в сторону критического мышления. Что это значит? Примерно 15-20 процентов американских школ пансионов сейчас учат каждого ребенка к креативному мышлению. Это значит, что ребенок не заучивает тексты, не заучивает уроки и программы, а ребенок учится делать выводы, принимать собственные решения и понимать, надо ему это или не надо. Вплоть до того, что существуют в некоторых школах программы персонализированные, направленные самого ребенка. Если ему не нравится изучать такой-то предмет, он его не изучает. Если ему нравится изучать этот предмет, тогда он его изучает. Это единственная страна, которая сейчас пошла больше вглубь ребенка, узнать, что ему нравится, в чем его талант. Ну и плюс в Америке дети, которых мы туда отправляем, они нуждаются в раскрытии, нуждаются в дружбе, нуждаются в других детях, более открытых. И эта страна учит наших детей быть более открытыми, быть более искренними. Не побоюсь этого слова. Чтобы определить, какая именно страна с точки зрения среднего образования подходит вашему ребенку, у вас есть два варианта. Либо вы сами разбираетесь в том, кто ваш ребенок, какой у него характер, что ему нравится, в чем его талант и какая система образования подходит конкретно вашему ребенку. Или вы приходите в такую компанию, как наша, делаете тест, который покажет вам уникальность вашего ребенка, как работает его психика и какая конкретная страна подходит наибольше всего вашему ребенку. Мир осознан. И сейчас делается выбор именно так.